В Петропавловске завершилась реставрация старинной мечети, здание которой какое-то время использовали даже под склад. Теперь это первый и пока единственный в городе музей исламской культуры. Там хранятся ценные религиозные документы. Подробности у Нургуля Ахметовой. Спустя долгое время в залах старинной мечети Петропавловска снова многолюдно завершилась реставрация исторического объекта. И теперь это музей исламской культуры. У здания полуторавековая история. Оно находится на территории одного из заводов. Некоторое время его даже использовали в качестве производственного помещения. Но потом местные власти решили восстановить памятник культуры. Изначально данные были выявлены у нас в областном архиве. Это метрические книги мечети, начиная с 861 года и последующим. Затем мы сделали запрос в Омск, Оренбург, в Уфа, в Ашкистан и в Санкт-Петербург. Очень большой объем документов получено. Мы сами выезжали в Санкт-Петербург, исторический архив. Нашли документ. Это первоначальный план самого мечети. В старину здесь было еще и медресе, говорят специалисты. Несмотря на время, хорошо сохранили стены, окна и минарет. На реставрацию здания из бюджета было выделено свыше 500 миллионов тенге. Сегодня презентовали итог этой работы. Музей исламской культуры посетили Верховный Мусти Казахстана, Акимобласти и местные общественные деятели. Нам необходимо уделять особое внимание духовно-нравственному развитию, сохранять национальные ценности. Глава государства постоянно это подчеркивает. Восстановление старинной мечети и открытие музея исламской культуры – это большой подарок для нашего города. В музее исламской культуры представлены старинные документы, метрические книги, есть даже Коран 18 века. Уникальная экспозиция еще будет пополняться, отмечают специалисты. Нургуль Ахметова, Тулиген Иманов, Хабар, 24 Петропавловск.